Доброе утро! Доброе утро! Что-то плохо, опять колонки громко у вас? Уменьшим. Вот и все. Так, ну-ка. Сейчас, секунду. Отодвинуть сторонку даже. Что-то плохо вас слышно? Сейчас плохо слышно? А вот все хорошо. Да, Игорь Тихич, ну, есть там и вопросы кое-какие. Давай. Точнее, не вопросы, а, ну, есть чем поделиться, в общем. Ну, хорошо. Вот. В общем, люди активно за поездку, что-то на этой неделе прямо активно за поездку люди и пишут, и звонят. Вот. Вот. Человек нашелся такой, ну, в общем, он хочет помочь в вашей поездке, то есть, как говорится, в экипировке собрать вас там в дорогу вам и флешки там, и вот эти все, как говорится, принадлежности для съемки видео. Вот. И этот человек, в общем, он молодой парень, живет в Екатеринбурге. Зовут его, значит, Евгений. Вот. И он, посмотрю, уже давно, можно сказать, смотрит ваш канал и так проникся, в общем, понравился ему канал. Вот. И, видимо, он занимается вот этими делами и увлекается интересно ему. Он где-то в университете у себя там. Вот. И вот предложил, значит, развить ваш канал, каким образом. То есть, шумят у вас колонки, шум идет. Ну, так. Сейчас не идет? Ну, все равно есть. Меньше, но есть шум. Я отодвинулся совсем. Иначе у нас не будет записи. Ну, вот так, давай. В общем, он предложил, ну, я что буду говорить, я говорить ничего не буду, а он хочет завтра тоже с вами связаться и уже хочет вам конкретно пояснить, то есть, свое предложение открыть вам. Вот. Если есть желание с ним пообщаться, я сегодня коротенько так поговорил, в общем, он что предлагает, значит, по поездке. В поездке он говорит вам, нужно с собой брать аккумулятор большой для того, чтобы снимать ролики как можно больше и, вот, и в таких местах, допустим, если вы где-то там в лесополосе или где-то, может быть, на море там куда-то заехали, вот, у вас же быстро кончается аккумулятор, да? Ну, да. Вот, и он что предложил? Значит, сейчас продаются такие аккумуляторы, они на 3 часа хватают. Ну, я это скажу шофер, он занимается этим делом, я же сам-то не буду чего-то брать. Да что, слышно, вообще страшно, и колонки сильно шумят. Что они с ними, да? Не знаю. Колонки надо выключить, громкость потише сделать шум. Пока же его слышать-то будем. Тогда твой голос не слышен будет для видеокамеры. Тогда голос вашего не слышен, мы ничего не можем записать. У вас отключены, наверное, эти наушники, вас тоже не слышно, отключены, наверное, наушники. Ну, я-то слышу, а на съемке-то не слышно этого. На записи-то, он же съемку ведет. В общем, сейчас еще такой момент один. В общем, с наушниками тоже люди пишут, звонят, говорят, что ужасные шумы, вот эти, опять же, по шумам мы собрались, люди, собрались вам колонки купили там, принесем, говорил, я не знаю, на этой неделе новые колонки. То есть, вот эти вы уберите их, выбросьте вообще, а новые поставите, чтобы шума не было, хороший звук был. Вот, потому что люди сами, я не то, что я там кого-то прошу или что-то, а просто я дал такую возможность, и люди сами говорят, да-да, надо улучшать максимально, потому что мы смотрим, нам интересно и нам хочется смотреть хорошее видео. Ну да. Вот. Значит, еще что, вот женщина спрашивает одна по поводу книг, есть ли ваши книги в Челябинской библиотеке? Я уже ответил, и это, который Евгений-то предлагает, мне уже сообщили сегодня о нем все, и вчера он на меня вышел, это мне все известно. Ну, я что мог, то сказал, ответил, подал, дал данные и в Челябинске, и сказал, что во всех областных библиотеках они там есть. Потом мы будем работать по районам, так что, ну, такие, как в Алтайском крае, там, в Томской области, Новосибирске, в каждом районе, где мы можем пройти. У нас книги-то, если мы нынче пройдем благополучно, остается еще один год заезда, и практически все. А они же по тысячам долларов. Вот, человек хочет заказать книги, но он живет в Ростове, в Ростове, ну да, ну, сколько стоит пересылка, вот, допустим, от вас в Ростов будет стоить? Ну, пересылка, мы на почте только узнаем, полный комплект или нет. Нет, там три книги, и он хочет. Ну, три книги, там, это, может, рублей пятьсот. Как они так живут? Ну, это не наши цены-то. В том, что еще, люди звонят, также еще помогают, по миссионерской поездке тоже перечисляют деньги. Вот, я сейчас соберется, если сумму, я вам тоже тогда вышлю. Благодарение Богу. Выходит, это мне с администрацией сегодня отвечает нашей, Евгений, ваш. А, нет, это не ваш, это из этого, Сергия того. А у него какое-то отношение непонятное, он всего боится. Один раз на меня вышел, брякнул и тут же спрятался. Ну, и я что могу сделать? Подстраивается под него. Вот они выходят, какие-то ролики подбрасывают, какое ваше мнение, комментируют. Да мне зачем чужие ролики комментировать-то? У меня даже и времени нет. Учера вышел это с Финляндией, вы видели как? Какой разговор? Ну, да. Там идет подготовка. Теперь мне надо на Норвегию выйти, там монастырь есть как-то. Помаленьку подготавливается. Эту женщину-то с Франции, ну, тоже как-то потревожить, чтобы все адреса подготовленные были. Мне надо собирать уже, не откладывать на последний день. Конкретно, ну, он боится, я еще могу сказать, не бойся. Даже с бородой человек. Он боится всего. Боится, как бы его не узнали. Вчера тут один есть, когда-то я с ним говорил, уже ролики записаны с Артамошин. Неверующий. Ну, он знакомый, работал вместе с Игорем Добуновым. Вышел на меня. Ну, поговорили ничего, какие-то вопросы, что-то про евреев там. Но я ответил. И, гляжу, он такие хулы там возносит. И вчера выходит, вы только это не выставляйте. Ну, а письменно пишет, а в скайпе. Я говорю, это невозможно и никогда. И закрыл тему. Он опять, опять там, ну, подписывается в скайпе внизу. Что-то надо. Еще ему отвечать. Он еще не зашел, уже команду, это условия какие. Ты ко мне лезешь, и мне же командуешь. Мне зачем это нужно? А это вы там на публику. Это вам нужно. Что значит? На публику. Я говорю проповедь. Я говорю, так, а это вы все в книге помещаете, это на публику. И Иоанн Златоуз говорил на публику. Апостолы писали на публику. А для кого писать-то? Куда? Под зеленое сукно или ей в ящик стола? Не знаю, в чем упрекать-то. Я хочу, чтобы талант не был зарытый, и он рос. Тебе не надо, не надо. Они боятся всего. Не боятся я. Познайся с трусливым, будешь такой же. Мне-то не надо такое общение. Как огня боятся сами себя. Кто бы не узнал, что он осквернился, со мной разговаривал. Вот мне радость от него трясется. Я считаю... Ко мне человек зашел в ВКонтакте у меня. Вот. И он знаком лично с Дворкиным. Лично у него знакомство есть. Я попросил его, чтобы он предложил Дворкину встретиться вам в скайпе, с ним поговорить. Это с кем? С Дворкиным. А, с Дворкиным. Ну, так пускай. А я Дворкина-то вчера вам поставил, видишь? Так это он уже в этом году, в 13-м, говорит. А до этого он был здесь в Алтае. Наши приглашали на наши занятия. Он никогда меня не видел, ничего моего не считал сразу в университете. А этот псевдоправославный и прочее. Он безбожник. У него ничего нет. У него двойное гражданство американское. Его отсюда, оттуда прислали сюда, вот тут и наворачивают. Патриархия трещит по всем швам. Им врагов надо отовсюду. Я им не враг, а они клепят. Там он садистские наклонности, там педофил снабжает мусором. Ну то есть все, что они где только нашли на помойке, они все складывают. И в Арахаме везут на меня. Мне еще отвечать надо. Сейчас один вышел. Я раньше слышал, я даже не знал, что это именно вы с Александром Менем беседуете. А на вас вот говорят такое. Я говорю, что они говорят? Я должен отвечать им. Они безымянные. У них даже имени нет. А имени нет у бесов. У бесов вообще имени нет. Ангелы, Архангелы, они даже по чинам делятся. Имена есть. У верующих. А у бесов нету имен. И они поэтому тайно заходят, клевещут. Я знаю это все. Вы вот сказали, говорят, а мне их не жалко, что там патриархия. Я точно так же скажу, а кого жалеть-то? Они на это лезут. Это их участь, и они добирают до себя. Ну а сколько может действительно вот так раздражать народное мнение, свой авторитет? Не то, что уже потеряли, но зачем вообще грязь его втаптывать? Действительно, вот с этим сейчас, как его называют, с этим комбинатом иконы, они эти штампы, действительно, уже настолько разбогатели вот на этих народных деньгах, вот на этих приношениях человеческих, вот на этих церковных лавках, что, я не знаю, уже такой бизнес построили кошмар. Сколько можно вот это вот действительно народу подкидывать в огонь и в огонь? Ну пусть они делают. Да, я понимаю, говорят, там золото, храмы. Я на это вообще внимания не обращаю. Только одно, чтобы они свидетельствовали о Христе. Так они не только не делают, они всячески препятствуют этому. Они злобствуют, они подыскиваются, и они таких же воспитывают после себя. Ну вот вы смотрите, у нас выставлены видеоролики, где мы бывали там, где, как попы там, вызывают милицию, это все заснято. Ой, Игнатий Тихонович, только уезжайте. Ой, только уезжайте, это архимандрит Роман. А него теперь епископом поставили. Я им эти, на диске все дал, епископом. И говорю, вот вы говорите, там переговоры рабочая группа, так вызовите их. А давайте перевернем страницу, забудем. Как это забудем? Змей остался змеем семиглавым. Ну вызовите его. И пусть он открыто скажет, для чего он клевещет. Что клевещет он? Ну что, вам доказывать надо или нет? Тут наш епископ говорит, вам никогда Игнатия не обвините в его неправославии. Он сугубо православный, сугубо в войне. Я не только счастлив в православном, а из всех православие приходит. Это для всех сегодня загадка. И куда? В православии Московской Патриархии. И 50 лет. И они убивают меня. Это даже нельзя сказать, какую мне награду Господь готовит. Это мой путь подобен Господу. Я за ним иду. Он пришел умереть, они его убили. И умереть за ним пришел к своим, и свои не приняли. И когда разговаривали, даже маломальские готовы меня послушать и говорят, как? Я вот сейчас узнал, что вы везде, везде, 444 города. И везде, везде, 100% говорите, призываете в храм Московской Патриархии. Так это же сумасшедшие люди против вас там. Но я еще могу на это сказать. Мне некогда на это смотреть. Они безымянные. Я работаю. Я готовлюсь к новой поездке. А у них нет ничего. Мне звонят, высылают книги там с одного, с другого. Мы посылаем. Ну, это все кончится когда-то. А они только подыскиваются. Нужно разное отношение. Вот стоит Дворкин. Вот он Новокузнецкий. Я вчера вам послал. Вы видели это? Слышали? Какая же его нечисткая сила тянула за язык? Он сектантов-то не знает. Он их в глаза, кажется, видел только, может быть. Он на его-то их не знает. Почему? Потому что у него опыта никакого нет. А я среди них жил. У них на кафедре проповедовал не один год. И в разных центральных столичных городах. Что сравнивать-то? У меня материалы выпущены. Деятельность, естественно, его еще не знал никто. Люди его не знали. Он мог проникать как-то так тайно в секты. А сейчас-то его уже весь мир узнал. И сейчас его вот эта деятельность, она буквально складывается просто из собственного мнения. Понимаете как? Ну, я написал патриарху, я говорю. Творить зло, как творит Дворкин, любой сумеет. Но перемирить с Богом... Вас слышно очень плохо. Я прям прислушиваюсь. Что-то сбили вы там. Как это так? Отчего это так может быть? Плохо. Слышу, я... У меня-то вот оно где. Наушники там, ничего там не ладно. Да вам в компьютер никто не лазил там, не наставил. Нет, конечно, никого не было. Я целый день дома сидел. Даже не выходил из дома. Это не от колонок зависит. Это что-то непонятное. Колонки шумят страшно вообще. Слышно. Я просто... С кем-нибудь будете разговаривать, и человеку не будет слышно вас. Уж давайте я посмотрю, что там у вас случилось. Да надо смотреть. Ну, время потратите. Да про люди позвонят кто-нибудь, и вас слышно не будет. Ну, как же... Я вот сейчас говорю, не слышно. Вообще, я прислушиваюсь, еле слышно. Ну, это что, как так? Меня не слышно. Его не слышно, это понятно из-за колонок. А как меня не слышно? И колонки, а он и микрофон не слышно. Ну, вот сейчас слышно, нет? Такое ощущение, как будто у вас вообще не включен микрофон. А где он микрофон-то? Где? Я считал, что у меня... Включите таймьювер, я посмотрю сам. Я надел, там подключили. Я больше еще могу сделать. Таймьювер, включите, я посмотрю. Давай, сейчас мы это сделаем. Видите? Опа. Это все? Отмена, да. Отмена. Это мне надо в программу войти. Ну, вот сейчас мы заделаем. Давай, браток, слушай. Да. Ну, вверху 571, несу 6-6-0-9. 6-6-0-9. Я надеюсь, такой вопрос вот еще. Скидывать, скидывать, скидывать видеоролики. Ну, вот теперь у нас... Заиграли. Да, дополнительные места. А где уже будем, когда по России-то? Что оно выключилось-то? Почему? Задели. А? Задели. Задел? А что я задел? А, вот, Сергей, наверное, работает. Это Сергей. Да, все, я подключил. Не надо ничего не трогать. Ладно, ладно, ладно. Есть, конечно, и там мы будем снимать. А когда мы вернемся, уже оттуда, через месяц, тогда мы каждую неделю будем заезжать на место ставки. И там все снимать, как всегда это было у нас. Просто дело в том, вам, вы с собой возьмете вот флешки, там вот эти вот карты, но все равно вам нужно будет приезжать, когда вы в новое место будете приезжать, нужно будет накопленные, скидывать в Ютуб. А в Ютуб не знаю, только по приезду может быть. Потому что мы брали. Нет, по приезду надо будет скидывать сразу дороги. Ну, пока ничего нет, пока разговор. Пока этот аппарат находится... Это как разговор, мы-то решаем уже, какие покупатели... Ну, я и говорю, я не знаю про это ничего. Пока ничего не меняется, даже хуже стало слышно. Я ничего не делаю, я только соглашаюсь. Так он находится, а если аппарат там и находится, где он. Брали, его покупали. Он ничего не звонит про это. По-другому разговор идет, а об нем нет. Для меня его не это... Ну, тут, ладно. Вы вчера на дворке навыше? Так, вот сейчас звук получше стал. А чего там? Что-то недоделано, невключенное? Нет, я просто переключил на другой этот самый носитель. Сейчас звук отлично стал. Ну, чтобы слова-то были слышны, ваши тоже. Мои-то слышны, я рядом. Ну, вот единственное то, что колонки шумят. Ну, выключить колонки у нас тогда записи никакой не получится вообще. Почему шумят не поймут? Да, на этой неделе, на этой неделе принесет Гаврил новые колонки. Колонки новые? Осталось только одно, меня замеречь. Все новое. Нет, это мы для себя меняем. Это не вам нужно, это нам нужно. А колонки-то уже куплены, да, Сергей? Нет, они еще не пришли к Гаврилу. А, они пришли еще. Ну, как, они уже куплены, да. Деньги на них уже отправлены. Значит, нам нужно подготовить, искать место ставки. По сегодняшний день пока неопределенно. А время идет. Нам нужно списаться, узнать там, может быть, сфотографировали, чтобы люди показали, какое место не сырое ли, нет ли грызунов там и проще. Мы забросим туда на несколько миллионов рублей, не просто так. Это почти 4 тонны литературы. Так, все, я выключаю этот. Выключайте таймбивер этот. Ну, я выключу сейчас его. Все. Так, какие вопросы у вас были? Вопросы у меня, я же говорю, у меня человек, вот этот парень спрашивает, он хочет с вами завтра, сегодня точнее, уже поговорить. Пускай заходит, я сказал. Я не отбиваю. Единственное, который там боится, и заранее, чтобы никак вот уговорить, чтобы нигде не появилось, мне это не подходит, мне это не надо. Ну, это от Сергея, от Сергея Дудина там какой-то, товарищ, тоже Евгения. И вчера вот этот, тот с Америки тоже, мне это не надо. Мысли никакой здравой нету, поддержки никакой нету, да я не нуждаюсь в этом. Игнати, у них мысли-то есть, звук у вас боится, звонок боится. Как же быть-то нам? У них мысли есть, звук ваш отдаёт, двоится. А вот сюда, нельзя тебя отсюда записывать, с сонушником, который он говорит? Не надо, не надо, в скалбунке надо, больше, что-то сделать. Ну, тут не решено никак. Нам надо, чтобы звук здесь разносился. Бывает, у меня люди сидят, я разговариваю, а они ещё не слышат. Я говорю, а звук двоится в колонках. Вот колонка, как бы она не шумела, колонка-то, всё бы решилось сразу, как есть. Он-то... 9, 8, 9, 2. 9, 8, 9, 2. У нас тут неприятно, сейчас она позвонила, наша сестра, вот её девочки сидят, загуляй, Вагаля. Она на машине поехала к болящей, а в это время пьяный шофёр на газели, на чём врезался ей в дверь, всё расколотил и сорвался с места и ушёл. Ну, на 6 людей она опомнилась, за ним поехала, ещё несколько машин там, и он застрял, потом откопался, ушёл, на милицию его поймали. Видать, он не на своей машине был, и в четверг... Пьяный, наверное. Ну да, пьяный был, пьяный. Но она сама хоть не пострадала там. И ребятишки там, у неё четверо, они хоть дома были в это время, такие красивые ребятишки. Ну и вот она, говорит, в четверг будут разбирать это дело. Выхлестал стекло напротив её, и там и врезался. Да ещё стал буяней, когда милиция его задержала, а о нём сообщили сразу в номер, а милиция его перехватила. Без милиции никуда. Вот интересно. Я слышал, сейчас могу маленько не так сказать, в Дании или в Финляндии где-то. Опыт не опыт был, а данные получены. Прошла забастовка врачей. Смертность уменьшилась в четыре раза. Уменьшилась. А что они быставали? А не знаю, что-то там, ну, зарплата там или чего-то. Но забастовала полиция, там не выходили на работу. Преступность увеличилась точно даже в три раза. Тут увеличилась, а там уменьшилась. Как хочешь, так и понимай. Что, говорит, лечить будем? Или, говорит, оставим жить? Все, отключайте, я наладил. Слава Господу. С колонками еще тут немножко. Не ладно. Ну, вот они, которые выходят тут, я не знаю. Я вот в прошлый раз говорил вам, которые работают там вот в Израиле, там по нашему сайту. Вы меня выведите, чтобы посмотреть, что они делают-то. Настройку-то на эту. На этой неделе уже я покажу вам все, готовый сайт. Ну, да. Я хочу увидеть, как это там еще делается. В принципе, я и сейчас могу показать. Там ошибки кое-как есть. Да, это для меня не важно. Вот только ссылочку сделайте, и я зайду, и мне охота глянуть-то. Сейчас я как раз покажу, как пользоваться. Там очень удобно сделали. Увеличивается шрифт. То есть для слепых можно шрифт увеличивать, чтобы читать удобно. У меня частный вопрос к вам есть. Если в этом секрета никакого нет, ответите. Да, у меня нет никаких секрета. Меня интересует вопрос. Вот вы столько лет лежите, а как с пролежьми? Сейчас, слава Богу, прошли все пролежни. Господь так дает. Я вот лежу на спине, меня не переворачивает практически никогда. Вот если здорового человека вот так положить, у него через три дня пойдут пролежни. А я лежу вот сутками, месяцами, годами, и у меня нет пролежни. Вот у нас одна сломала шейку. Она недавно сломала уже и пролежни, и врачи рядом свои наши. Ну, а я-то должен о себе подумать. Вот как так? У одних есть, других нет. Я видел в Америке, как он лежит вот так. Ну, голова у него ровная, не без подушки. И сверху тоже как матрас, и тоже как кровать. И она как слепленная. И они вот так переворачивают его, вот так вот. И все, он лежит на животе. Проходит время, чтобы там кровь-то начала циркулировать. Там видно помассажируют. Ведь это зависит от того, что там циркуляции нет, человек передавливает. Да. Я-то не понимаю, но я так просто умом дохожу до этого. Потом проходит время, они показывают, как она кладется на него, то ли она на дне месит, или где опять. Вот так вот, как пирог, когда пропекает хозяйка-то. Да, Тихо, ты не помогает ничего. Сейчас изобретают всякие способы, средства всякие. А не помогает. У человека нарушается кровообращение, и все, и начинаются пролежни. Да. Тут от этого никуда, а через это все лежачие проходят. Очень страшное дело. У меня один пролежин 7 лет заживал. Ой-ой-ой. 7 лет прогнило, до костей все прогнило. Ну, я видел, когда плохо ухаживает, у него моща под ним разъедает. Но у вас-то этого нету. Да, за мной ухаживают, у меня матушка не отходит от меня вообще. А ей сколько лет? Ей 60 было, вот. Она молодая, 60 лет. Ладно, я спросил для себя это. И когда бываем, будем как подсказать, может быть, какой-то способ. Вы испробовали все средства, все, что только можно, вообще, что-то только есть вообще, и ничего не... Знаете, что помогает, если, может быть, спросят люди, совет такой. Вот простая, самая простая мазь, которая у нас есть, как она называется, забыл. У меня на лекарство памяти нету. Не Вишнерского? Нет. Вихтеоловая? Нет, еще есть вот. Мои знания на этом окончились. Я слышал, видел. Еще говорят, у нас тут свои признаки рака. Там пели фракции, это для лошадей, лекарства, лошадиную. И говорят, помогала. Фракция, она горькая такая, нехорошая, черно-бурая. За ней гонялись, доставать приходилось. Знаете, что помогает? Помогает, как говорится, улыбка и такая бодрость духа помогает. А вот раньше врачи знали, когда учатся. Три лекарства должно быть. Трава, скальпель и слово. Сегодня траву понятия не имеют. Говорят умеют... Врачи говорят только на матерках, они страшные матершинники, студенты медицинские. Это я знаю. Но остается скальпель. Он еще на третьем курсе, а уже бьется на кандидатскую. Режет подряд все. Да. Я показал, наверное. Сейчас я смотрел видео. Какой-то, по-моему, он еврей. Доктор какой-то говорит, что рак. И он, по сути, говорит, лечится там элементарно вообще. Его вот сейчас облучают людей. Ни в коем случае нельзя этого делать. Вот он там вылечивается. Организм нужно обогащать такими травами, фруктами, овощами. Вот такой делает прямо атаку. Вот таким витаминами. И рак отступает. Ну, может не всегда, но действительно так. Конечно, не всегда стадии-то разные бывают. Да. Я имею в виду на начальных стадиях. Вот, знаете, такой вот. Может быть, есть какие-то у вас рекомендации, советы там. Люди страдают от таких страшных вот своих, как я говорю, да ты раб. А он говорит, я не раб. Я говорю, ну как же, не раб, ты раб вот никотина вот этого, да. Ты утром встаешь, и от этого никотина у тебя начинается день и заканчивается. И ты через каждые полчаса бегаешь курить, значит, ты раб никотина. И вот люди не могут никак отстать вот от этой заразы. Что им придумать-то, что им посоветовать можно? Христа больше ничего уверовать. Страх Божий сразу в один день притом. Вот я через кого обратился, Михаил Александрович Еремеев, в Латвию. Теперь, думаю, заехать на то место, еще там помолиться. Он пил. Получка долой в первые дни, в канаве ночевал. Его все знали. Матершинник ужасный был. Добрый человек. И когда он от этого отстал, товарищи старые у него почти все примерные, ну, алкаши. И о которых остались, они Михаил Александрович. Ну, он что теперь? Другой совсем, он на кафедре проповедует, там 50-яки маптистов. Как ты нашел это? Я говорю, я вам адрес могу дать, а так, я еще могу сказать. Ну, я... Да нет, вы не будете, вам ехать не надо. Если поехать, вы у поехали. Как в фильме «Остров-то». Смотри, откуда привез дочь свою генерал-то, адмирал. Встань на колени, где ты есть, и скажи «Христос, небо», адрес «Христос и небо», два слова. А теперь молись и скажи «Войди в мою жизнь, живи во мне, исправь меня, я хочу жить для тебя». Да что я, дурак перед каким-то богом. Так и скончался в канаве, утонул. Люди не пойдут на это, если сердце их не отдан на бог. Он что угодно будет делать, но только не то, что надо. Вот сегодня в церкви православные, это тоже как сумасшедшие. Они делают все для собственной погибели. Вот эта жадность, вот это врагов выискивают. И прямо ведут себя подлее тех, кто создал их. У меня хорошие отношения сохранились с органами КГБ, которые арестовали меня. Поздравляю, приезжают, книги берут, покупают. Даже тот арестовал, полковник Никулин Юрий Михайлович. А эти нет, для этих ничего нет. Выкидыши. Игорь Михайлович, ну вот со стороны ты смотришь, вроде бы они и верующие люди. Но это что, значит, что они театр показывают, значит, они не верят, а показывают из себя верующего человека? Ложная вера. Он верит в то, что вот сейчас рядом кто с ним, для него это главное. Батюшка, он уверовал в батюшку, но не в бога. Батюшки в абсолютном большинстве будут в аду. Это все святые говорят. Поэтому цепляться за них не надо, а за них надо бороться, за батюшек, чтобы туда не попали. Молиться за них. А они не понимают, батюшка благослови, батюшка благослови. Он сказал, а то его, они уже кинулись, будут кусать. Это рабы. Презренные манкурты. И поэтому моя жизнь, мое поведение, мои слова, они не вписываются ни в какую категорию. Почему Игумен Кирилл Сахаров об этом говорил, что Игнатий, он не подается классификации. Я вижу, я молюсь, и у меня другое видение совершенно. Они удивляются на меня, а я удивляюсь на них. Но они все завидуют моей свободе. Где Дух Господень, там свобода. А я обратно рассужу, где нет свободы, там нет Духа. Это естественно вытекает из этого. У них нет свободы, они боятся друг друга. Боятся. И они священники, когда к нам приезжают, откуда, как мы вам завидуем, какая у вас свобода. Мы делаем так, как положено, по уставам, а им нет. Вот они к нам бьются, чтобы мы поминали патриарха Кирилла на богослужение. А мы дома молимся, а там нет. А зачем мы им нужны? Пять коллег-то наши. Дело-то не в этом. Дело в том, что само наличие того, что мы есть, оно обличает их. Что в этой невыносимой обстановке можно работать и трудиться. Вот и все. Надо пойти однажды и сказать, я готов, Господи. Это у меня есть такое стихотворение о молитве. Я его мог бы даже найти, сейчас даже показать. Как молился один негр. Он молится, а ему говорят, что ты неправильно молишься-то. Вот. Вот я сейчас покажу. Молитва Билла. Вот она мне нашлась. Вот послушай. Простодушный и убогий старый негр молился Богу. Лишь три слова он твердил хриплым басом. Бог здесь бил. Пастор Джон с ним долго бился, чтобы молиться он учился, чтобы красиво говорил, а не просто, Бог здесь бил. Негр с часами на коленях слал творцу благодарение, но молитву возносил так же кратко, Бог здесь бил. Жизнь его пришла к закату и в больничную палату. Он для бедных угодил. Пастор Джон к нему ходил. Но однажды видно было, что пустой койка Билла. Пастор вежливо спросил у больных, а где же Билл? Тихой радостью объята вся больничная палата расцвела, как майский сад, а больные говорят, о, наш Билл, святой, поверьте, утром перед самой смертью, тихо из последних сил помолился, Бог здесь бил. Билл, вся палата вслед за этим озарилась ярким светом, словно ангельский чертог, с неба голос, Билл, здесь Бог. Пастор рухнул на колени, чтобы воздать творцу хваление, но сумел прополвить он лишь три слова, Бог здесь Джон. Вот нас надо учить. Оказывается, не во многословии. Они этого не знают. А когда случается беда, они начинают тогда говорить. А вот он молился, это он на меня, я молился. Так это он наколдовал, поэтому у меня сын погиб. Мне такие вещи приписывают, невероятнейшие. Я говорю, я должен оправдать, хоть скажи дальше-то что. А как я могу оправдаться из-за невидимой стороны? Да, я молился, просил тебе блага. И благо Бог усмотрел именно в этом. Потому что для тебя это был идол, и Бог его убрал. Он рос преступником, со всеми признаками преступника. И Бог его забрал, чтобы он не стал совсем преступником. Вот так. Вот сейчас он все больше, и на форумах, и везде, в интернете, вот просто, знаете, как сектанты просто обличают православных в том, что идет такое огольное поклонение иконам. Вот сейчас создали праздники каждой иконы, и каждый день праздник, вот праздник иконы такой, праздник иконы сихой, праздник такого святого, праздник такого святого. Вот. И я ведь, я сам уже давно в этом замечаю, вот такое вот. И все-таки и молчать тоже не могу. В большинстве своем они согласны, и они правы ведь. Да, вот это важно, сознаться в этом нам. Я просто, я считаю себя уже, я за грех почитаю то, что я вот продаю, можно сказать, иконы вот таким людям. Такие люди ждут от моих икон, то есть они будут не Богу молиться, а просить у иконы там каких-то благостей для себя. Я считаю уже греховным, я уже буду каяться, наверное, в этом. Обязательно. Вы должны им предварительно сказать, я иконы не продаю, но я их много привез из Жордан-Вилля, прекрасные, красивые иконы, ну где-то там, если у нас тут есть, нет, не видать вроде бы где-то, а вот, Рождество Иисуса Христа, вон она, посередке которой икона. И дальше вот, это митрополит, его Божья Матерь, которая, митрополит Иосиф, Санкт-Петербургский. Я раздавал по всем камерам, они их вывешивали. Но я говорил им, что это просто образ, как картина и больше ничего. Вот по храму ходить к иконам прислоняется, у нас этого нет. У нас пришел, стал, стоит. Было время там, подходили там к иконам сначала поцелуют, потом к людям раскланяются, я добился, что этого нет. Это не надо. Когда мы будем заканчивать, как к кресту подходить, в это время лежит Евангелие и икона праздника. Каждый подходит парами, два поклона делают, целуют, отходят напротив алтаря открытого. Еще один поклонник батюшке, он благословляет крестом или мажет вечером в субботу. И помазание, и все отходят, или простор получают. Вот. У нас очень просто это. Мы не отрицаем, но и не злоупотребляем. К иконе прикладывается один раз за богослужение. Один раз, когда подходит к батюшке. То есть мы признали. А что по стенке, как слепому шарится? Вот так. У меня есть они икона. Ну и есть паутина, там бывает она на веником с метуем. Они напоминают мне, что были такие люди. Я их знаю. Но я конкретно к ним обращаюсь и молюсь на молитве ежедневно по несколько, 10, 7-10 раз в день. Я их перечисляю сотни святых. Мне это... Понимаете, что дело? И вот когда начинаешь человеку объяснять то, что у них совершенно неправильная, как бы эти монкуртизированные вера такая у них вывернутая, она... Человеку не нужна такая вера. Ему нужна вера в талисманы, которые будут помогать им. Вот эта вера их вполне устраивает. А то, что там какой-то бог далекий, им совершенно не нужно. Вот сейчас в интернете, да не сейчас, она уже давно уходит, такой ролик с таким откровением. Отца Милхоседека был такой монах один. Вот. И он однажды... Он жил, они жили в одном монастыре вместе с Иоанном Крестьянкиным там. Вы, наверное, знаете. И вот он однажды падает замертво. Ему такое видение, что стоит он на какой-то неземной поляне, вот, необычной красоты. Вокруг его окружает луг с травой, которой нет на земле. Он любуется этой красотой и вдруг видит посреди этой поляны огромную яму с нечистотами. Вот. Он подходит к этой яме и видит в ней все кресты, все аналоги, все иконы, которые он сотворил за всю свою жизнь. Прямо в этой яме с нечистотами. И чувствует, что у него за спиной кто-то стоит. Он оборачивается и видит Богородицу. И Богородица говорит ему, подвык, где окажутся все твои, как говорится, все твои извояния. Вот. Ты был послан на молитву, а ты увлекся вот этими вещами своими. То есть для Бога они ведь абсолютно ничего не значат, вот эти вот иконы и все остальное. Для тех, кто пишет иконы, боязно это говорить. Я знаю иконописцев. Я говорю это не от того, что я иконы не оставлю свои, вот, потому что я делаю это по появлению Господа, я чувствую это, вот, то есть это моя единственная служба перед Богом. Мне страшно за людей, которые приобретают у меня иконы. Ну, тут надо рассказывать им, чтобы они иконы не стали идолами. Иконы не идолы, но легко делаются идолами. Жена, сын не идол, но они легко делаются идолами. Так что теперь бывает богатство, дом, работа, идолы. Ты оттуда подальше от колонок, что тебе меньше будет слышно эту шуму. Ну, вот так. Должно быть благоразумное решение везде. Она у меня есть икона. Я подхожу по уставу, как в церкви положено, один раз в неделю. Все, на этом конец. И мы это добились, у нас по стенам никто не ходит. У нас иконы высоко висят все. Я об этом говорил. Павел говорит, я для всех сделал со всем, чтобы приобрести, по крайней мере, некоторых. Я говорю, вы считали? Да. Вы назовите мне, кто вам встретился в жизни, который поступал так. Для всех сделал со всем. Мне лично пока за всю жизнь никто не встретился. 50 лет моей активной работы среди разных слоев населения еще ни разу не встретился никто. А мне это бог дал в первый день, когда я обратился. Вот сейчас, когда я рассказал тут, до того удивляется, вот когда две общины баптистов враждовали, это я рассказывал. И через меня они примирились. И они не знали. Одни считали, что я заотделенный, другие зарегистрированы. Почему? Потому что дальше с объединенными, которые в мире люди живут, легче работают, легче доходят до них Слово Божие. Люди-то не понимают. А, вот, ну, я еще могу говорить. Это разный уровень. Мир всегда добро. Война нам не нужна. И вот для всех сделается всем. Я говорю, смотрите, вот, мусульмане не принимают никакого изображения. У них это запрещено. Запрещено это категорически. И левый саврянин, он желал, чтобы иконы повесили выше. Его объявили элитиком, и на этом все закончилось. Я говорю, если сейчас бы сказали, что два миллиарда мусульман сделаются православными, но только уберите иконы и мощи свои. Ну, то, что они не принимают и без чего можно спастись. Не пойдут. Они скажут, в тысячу раз больше взрывов будет. Убивать будут везде, по всем городам. Уберете иконы или нет? Не уберут. Не уберут. Это уже не упрямство. Это сатанинское ожесточение. Они без этого не могут, православные. Уже все сказано за то, что незнакомый язык не дает человеку понятия, о чем разговор ведет. Лучше пять слов, нежели десять тысяч на незнакомом, нежели пять понятных. Не пойдут на это. Найдутся филологи, начинают объяснять, это поэчично, славянский язык оканчивается нагласно, даже говорить не о чем. Я говорю, не понимают вам достаточно. Люди, а что трудно выучить, это рассуждение. Ну, ходи, постепенно как-то ты будешь понимать. Я говорю, почему не говорят при изучении иностранного языка? Ты ходи, хотя ты не понимаешь, но постепенно будешь понимать. Не будешь понимать? Я говорю, мертвый язык. Как мертвый? Вы что говорите? И нам, епископ, говорит. Я могу это разговаривать. А ты можешь разговаривать. Так же, как на русском. Ну, давай, конкретно скажу. Вот. Переводи за мной. Только быстро переводи. За словарем не бегай. Я зашел в магазин. Отстал в магазин. Дальше. И начал спускаться по ступенькам. Ну, у меня развязался шнурок на ботинке, а я не видел. Ну, переводи, чего стоишь-то? Дальше. Я наступил на него, и хряснулся о пол, расквасил нос. Не разбил, а расквасил. Ну, что? Мертвящина у тебя в голове, мертвящина в мозгах. Ты не можешь перевести. И то, что я говорю, еще ни один не перевел. Даже Лихачев не перевел бы. Даже Аверинцев Сергей не перевел бы. А я знаю. Мертвый язык, латынь, это язык, на котором никто не разговаривает. Ты его знаешь, а разговаривать ты не можешь. Тебе не с кем разговаривать. Язык очень быстро, знание языка удаляется. Человек должен в день, я считал специалистов, не менее двух часов на этом языке иметь общение и читать. Вот как. Человек забывает даже родной язык, на котором воспитан, забывает в течение нескольких лет. То есть детей, вот сейчас сколько примеров детей, русских детей отдают в семьи американцев там, и вот они буквально на несколько лет забывают родной язык. Да. Тут нам надо подходить к тому, что апостол Павел сказал. Для всех я сделал совсем. Я говорю, вот вы, баптисты, хотите, чтобы православные стали правильными евангельскими христианами? Да, конечно. Но они вас не принимают? Нет, не принимают. А почему? Ну, я и дальше начинаю говорить, что у вас развится внешне даже. Я разговариваю с одним пресс-фитером Георгием, его Гога зовут. Меня привели, он лежал на постели уже в Тбилиси. И он договорился с патриархом Ильей Вторым, Илья Второй, он уже старый, что ему, Гоге этому, в храме Сионе, Сионе это как Елоховский собор, или храм Христа Спасителя, ему разрешали говорить. А священник приходил, у баптиста проповедовал. Вообще здорово. Ну вот одна же, она говорит, бабушка, это он мне рассказывает. Ну, я не один был там, грузинские братья были, отец Наум, тогда он еще не был священником Борщуков. И он говорит, однажды ко мне подошла одна бабушка и говорит, ты антихрист. Я говорю, думаю, вот это да. Они принимали его, спаси Христос. Она говорит, перекрестись. Ты ни разу не перекрестился, заходишь говорить проповедь. В нашем храме, в Сионе. Я к этому был не приготовлен. Она говорит, перекрестись вот сейчас перед всеми. Ты когда заходишь туда, ты мог быть надеть, одежду вот такую, ради пользы надел. И он болеет, говорит. Какую ошибку я сделал? Я болею сейчас. Но если бы Господь позволил мне выздороветь, я бы все сделал, чтобы не потерять вот эту аудиторию. Какие они благодарны, эти люди. Как они слушают. Православие так любит Бога. Более благоприятной почвы для ангелизации. Это говорят те, кто работал в этом. Не было никогда в мире, какая была в России. В начале века, в конце 19 века. Люди под землю зарывались. Люди на себя накладывали невыносимое иго, чтобы познать Христа. И когда появились такие, как Радстоки, Пашков, Рябошапка, мгновенно вспыхнули. Буквально окраины России и центр. Вот и все. Для всех сделается всем. Ты знаешь, без этого можно спасти. Еще ты усыпился в мертвой охваткой выхода-то. Если тебе прямо вопрос поставлен. Я без крестного знамения не могу. Но вот я пришел к баптистам, я вхожу на хафедр, я перекрещусь, меня никто не будет слушать. Я взошел так, как есть. А потом пришло сразу несколько человек, не будучи чушь перед Богом. То есть я не чушь закона, Павел говорит. Ни в чем не подыгрывая им. Я говорю, вот вы, баптисты, хотите, чтобы православные были, да? Но начинается сейчас великий пост. Подними руку, кто может посидеться? Но они же не евангельские. Я знаю, не евангельские. Но они вам бреда не несут. Вы смотрите, какие тучные вы как. Зато он говорит, будто на заколение вас приготовили. Ну, будете поститься? Не будете. Понимаете, у православных не принимаются безбороды. Ты будешь, чтобы бороду не трогать? Не будешь. Один поднял руку и все. Вы друг друга боитесь точно так же. Ко мне приехали баптисты, молодежь, четыре человека. Ну, или три было, их четвертый потом подошел. Здоровые, крепкие, рослые ребята, там под метр восемьдесят. Беседуем у меня дома, вторая строительная, 62-16. Я им доказываю, что крестное знамение – это оружие на дьявола. Перекреститесь. Рука не поднимается. Они согласились, да. Ну, а теперь давайте перекрестимся. Наконец они перекрестились. А вот теперь второй шаг. Вы, когда приедете туда домой, в Латвию, вы там своим братьям-то расскажите и покажите, какая сила крестного знамения. Они говорят, мы не можем этого сделать. Нас отлучат сразу. Я говорю, а чем вы тогда, старообрядство, подлечаетесь? Они говорят, ладно. Вот мы приедем, им все расскажем, братьям-то, и тогда перекрестимся. Но этот день уже не наступил. Прилетел Ярл Песе, Швеция, и они навстречу к нему спешат. В машине четверо. Встречная машина вылетает на их полосу и бьет. Три трупа сразу. И остался только один женатый. А эти трое не женатые еще были. Они все сразу погибли. Вот была трагедия какая. И уже они никогда не смогут своим ничего наказать. Не надо бояться. Надо каждый день считать последним. Ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Это касается всех. И говорить нужно сразу. Геннадий Ильич, вот по поводу для всех белого СМСНЕМ. Что? Ведь сейчас ситуация такая, она сама по себе просто такой замкнутый рук она не проговоряет. Патриарх, показывает, патриарх едет в экспорте в таком из бронированных современных машин, таких камеров. Вот. И что же ему сделаться для всех, пересесть в Жавули и ездить в Москве? Как ему быть-то? Невозможно же. Потому что он залез уже туда. Давайте мысленно вообразим, что апостол Павел в Москве. И что? У нас воображения нету. И он бы полез бронированный туда, и чтобы около 70 человек охраняли его. У Ельцина 250 человек были при теле. 250. В это время Картер был кто? У него было 750. А президент Латвии Ульманис, он шел по стране, и с ним был только один прислушник, который нес еду на палочке сзади, держал узелок. И он заходил на поле, где жнут, разговаривал с ними, на свадьбу пригласили. Его любил весь народ. Это мне рассказывали в Латвии. Но советская власть пришла, и его загребли. Он талантливый. И вот там, в Хабаровске, куда их выслали, его послали председателем колхоза. Задрипанного. Он его вывел в миллионеры. Он и там президентом будет. Его куда не помести, он там будет. Как Дэн Сяо Пина. Его сбросили, как Жукова. Но они еще обратно восстановятся. Он с нуля начинает, были такие люди. Его разжало с генералом, да майор где-то. Пройдет время, он опять уже на том месте. Это талант, данный от Бога. У верующих главный талант, это доверие Богу. Быть водителем, Вадимом Духа Божьим. Да, Дворкин не знал меня. Ну, кто я такой-то? Ну, пусть покажет он результат работы своей. Покажет, говорит, без дел своих. То, что он стоит там на кафедре, это он для своих говорит. У него дальше видно, что он говорит гипноз, это дальше оборвана запись. Если я не сектант, а успех есть, гипноз, он безбожник. Он даже не заинтересовался, узнав, что человек вот такой-то, и действует так, послушал, что Кураев обзывается обо мне. Он бы уже сегодня, с утра раньше мне стоял у дверей, просился узнать секрет, потому что он в этой области считается докой, специалистом. Но этого нету. Он достиг совершенства в оболванивании людей. А он мог бы это сделать, но он не пойдет на это. А вот теперь прелесть и гордыня, вот теперь рассматривать эти слова. Отчего ты не пошел? Вот беседует два человека. И на пленку это все записано. А третий слушает, но слушает в другом городе, город Канц Красноярского края. Лютый Георгий Иннокентьевич, с пяти лет ослепший, полностью слепой. У него вообще глаз нету. И он слушает эту беседу. С отцом Дмитрия Думско, которого все знали, беседует Игнатий Лапкин. И он эту пленку слушает на катушках. И говорит, а вот этот человек кто беседовал? А ему говорят, так он правильно беседует, а священник неправильно отвечает. А где он живет? Это в Барнауле. И он тут же едет в Барнаул ко мне, его сопровождают. Он раза два приезжает в сопровождении, слепой, на сто процентов. И после этого еще раза три приезжает. И я его навещу, туда поеду. Отец Геннадий Фаст, когда он поехал к отцу Геннадию, услышал, что такое есть, и он туда поехал, поехал в Енисейск. Отец Геннадий говорит, я не нащупал границы его знания, где они заканчиваются. Почему? Он любит Господа. Он свободный. Дядя Гоша. Вот чего нам не хватает. Мы неинтересные, квелые. И поэтому с нами людям скучно было. Он дворкин, я его знать не знаю. Но он мне не знает, я это верю. Но Дух-то Божий есть или нет-то? Ты, знаешь, не молишься? Я дворкину, ты не могу сказать то, что обо мне говорит. Я могу сказать только одно, что нет у него веры евангельской, по его словам. Но он мог помолиться хотя бы один раз, Господи, вот какой-то человек, такой смутной, непонятный. Открой мне, враг он или не враг, православная церковь, за которой я борюсь, от которой я питаюсь. Он ничего этого не знает. Он сразу набирает псевдоправославный, сектант, неретик, и дальше на этом плывет. Почему? Ему надо врагов. Без врагов он сдохнет. Как солженисты, говорят, кадры, НКВД надо все шире и шире. Почему? Потому что врагов разыскивают, враги, 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 поэтому надо кадр расширять, сына устраивать на работу. Где Абрам, там и Сара устроится. Вот в чем дело-то. Они неинтересные, они тускные, туманные, как обмолоченный сноб. Осенний, пустые. Дважды умершие, бесплодные. Им неинтересен никто. Только такой, как он. А для Гоуша, дядя, интересен, он приехал ко мне. И сколько раз, я живу около жены дороги, никакого транспорта нет. Это, может, около двадцатишек дорожных линий пересекать надо. И он пересекал один беспроводника. Он знал поэзии столько, что сегодня мне, даже я не знаю, кто знает столько. Я говорю, а национально знаете поэму? Он говорит, а какую? Я говорю, христианку. Он начинает считать ее наизусть. Я говорю, а я буду? Он тут же ее цитирует. Я ему начинаю, говорит, пастернака. Он тут же его цитирует. Я не могу определить границы, которые он знает. Григория Нарикоти называю. Это поэма, которую считать нужно не меньше часа. И он ее считает наизусть. Я считал жития святых, составлял симфонии. Я знаю жития, но я не знаю, какого числа. Он знает это наизусть. Я службу изучал, готовился на священника, когда... Я ее не знаю на память, он знает ее. И он подправляет священников. Это дядя Гоша, лютых. И он и не нету. Вот образец, как быть интересным. Он определил сразу, кто я. А Дворкин не может определиться. Слепой это знает. Он мне пусть покажет вред, который я нанес православию. Вред какой-нибудь. Я не согласен, но это что говорит? Не согласен. А почему я должен соглашаться теперь? С кем? С патриархом? А вот я что-то сказал. Ну и что я сказал? Подай в суд, привлеки меня. И он везде говорит, и виляет, и виляет, чтобы он своих научил. Говорите так. А я слышал, было написано, то есть неутвердительно. И тогда в суд нельзя привлечь. Я знаю эти уловки. Я определенно говорю, что он не молился. Вот священник с Новгорода, с Нижнего, ему тоже такие вопросы задавали. Кто такой Лапкин? Он говорит, информация слишком малая. Тогда только сайт открылся. Никаких роликов не было. Но то, что он насчитал в Златоусте, жития Библии. Разве это не в его пользу говорит? И все заглохли. Ну а как батюшка определить-то? Вот он с сектантами. Куда он людей приводит, когда проповедует? Вот туда он и принадлежит. Определить, куда он ведет. К старобрядцам, к баптистам, к католикам. Нет, он всех направляет храму московской патриархии. Да как же вы можете воевать против него? Вы всей России должны его поддерживать. Они сумасшедшие в этом вопросе. Пусть соберется весь Синод. 51 год я работаю для патриархии, для Бога, конечно, для Христа. И вред пускай они покажут. Одного человека, которому я на данныйс ущерб, он ушел. А если этого нет, на каком основании они меня клеймят? А это моя награда. И я воевать с этим не буду. Это моя награда. Радуйтесь и веселитесь. Поэтому я всегда веселый. А они мрачные. Я в них не выискиваю врагов. Они слабые и легко уязвимые. Я неуязвимый для них. Они боятся епископа. Андрей Кураев говорит, Игнатий свободный. Даже в радиоэхо он говорит. Удивительно свободный человек. Необыкновенно свободный. Он говорит все, что думает. А я думаю и то, что молитву Бог дает. Еще ты этого не знаешь. Я 50 лет за Библией просидел. А ты хвалишься. Я с этого и состою, что только и хвалиюсь. Моим Господом. А вы не хвалитесь. У вас ничего нет. А другие говорят, А кем вы, есть чем хвалиться. Как один корреспондент приехал, А Лапкин критикует. А он право имеет. Он быстро дал. Опять тюрьм за плечами. А у нас ни у кого ничего нет. И поэтому ко мне прислушивались власти. Я на любой вопрос отвечаю конкретно. Покажи веру твою без дел твоих. И вот вчерашнее выступление Дворкина Александра Леонидовича. Оно в эту строку. И он был здесь. Выходит человек, Михаил Кальмаев, говорит, я был там. Он с нами ездил даже в миссионерскую поездку. Тимиртау. И он поехал в другой город, чтобы послушать. И говорит ему. И он что, пал на колени? Испугался, что он сейчас умрет и лже спадет в ад? Да ничуть не бывало. У него знакома Степаненко. И Степаненко ему высказал уже свое несогласие с ним. Ему же не одно, а обо мне. Именно обо мне. Не во всем с ним согласен. Но покаяния-то нет. Если я хочу вынести кому-то благодарность, я его буду искать на краю света. Мы в изнеможении. Голодные. Идем, ноги не держат. Мы бредем по горам. И мы ползем. Наконец мы ползем. Ноги нас не держат. И мы доползаем на села. И в это время выходит женщина. И свиньям несет в ведре помои. И там кусочки плавают. И я помню, только руку протянул и прошептал. Дайте кусочек. Нас завезли в избу. Я сижу за столом. Дальше я ничего не помню. Я за столом упал и уснул. Наше счастье, что мы не замерзли в горах. И теперь моя задача. 50 лет я ищу, где эту женщину найти, которая дала мне из помоев кусочек. Мне я до патриархии кусочек дал. Да они за одного только священника, который убитый у них в романах, должны были бы быть благодарны. Но они даже из биографии этой его вычеркивают. Умирает схима на хине, игумене Шишкина. Раиса. Стала Варвара. Умирает Ксения. Но она в моем доме стала такой. И пишут ее... Они не кролок. И нигде говорят. Она была там-то, там-то подпольная. ИПХ, но потом вышла. Как она вышла-то? Это нельзя говорить. Нельзя. Почему? Потому что мое имя запрет табу. Они бесчестные. Мне это не надо. Но на вас-то накладывается слой за слойом лжи. А мне не стыдно говорить. А мне говорят, ты бы не говорил, у вас бы успех был. Что, говорите, с сектантами связаны. Да, я обратился среди сектантов. 50-ников. Они соединены были с баптистами. Но я не был им. Я ничего там не получил. Ни языков, ничего. Я получил там Библию. И там я склонился на колени. Вот и все. Я везде это упоминаю. Почему я благодарен. Думаю заехать туда. Я молюсь за их умерших уже. Они неблагодарные. А когда говорят неблагодарные, добавляют слово тварь. Жаль, что глядя на них, люди дают оценку всему православию. Ну да. Вот сейчас я выступаю против. Они сами себе это готовят. Они, я отвечаю, одно подлое. Они исключительно подлое. И подлость их не имеет границ никаких. И власть им давать нельзя. И поэтому правильно сейчас ратуют, чтобы и патриарх Кирилл это понимает. Это смертельную дозу они уже глотают. Разорвать с властями, а сам лепится и лепится к ним. Где он разрывает? Он не разрывает. Это только разговор. Без власть они сдохнут. Как пугалы на огороде будут стоять. Они без власти, о чем нет зоров, говорит 14 статей Уголовного кодекса. В Царской России было душить всех. Они не могут быть другими. Не могут. Даже если они и хотят. Потому что они не сознаются, кто впустил им эту кровь Берия со Сталином. Это их структура там. Это сергианство. Предательство. Иван Тихич, но если вот они вышли бы на ОМОН и покаялись прилетно бы, все же изменилось бы ситуация? Изменилось, конечно. Папа вышел и попросил прощения у евреев. Там репарации разные выплачивают. Германия вышла, освободилась от фашизма. Коммунисты-то не принесли покаяния за то, что они сделали с народом. 110 миллионов уничтожено. Покаяния-то нет. Германия исчистилась от фашизма. И там проповедь, говорить и пропагандировать уголовное преступление фашизма. А здесь Зюганов сидит. Его нужно сегодня же забирать, чтобы дал отсчет за все, что было прежде. Они не могут, они беспокаянные. Вот в один момент, только один из моей биографии. Я преподаю в университете. Это моя инициатива. За меня ходатайствует краевая прокуратура, прокурор Параскун, генерал-лейтенант. Никакого отношения я не имею к патриархии. Приезжает Максим Дмитриев, сейчас он в Липецкие лес. Тогда он был здесь епископом. Ему это не втерпешь. Любыми путями меня надо выгнать оттуда. Он посылает секретаря Сергея Михайловича. Тот приносит бумагу, чтобы мне отказали. Но ректор и проректор за меня приходят и говорят, неприятность, хотя тут зачем они это делают? У нас, говорят, аудитория есть, мы можем дать. А вот Гончаров принес, они подлые. Они меня вышибали везде, где я был. В милиции был. Преподаю я в летном высшем училище. Они меня оттуда вышибли, но сами не пошли. Я говорю, они не будут, когда меня ставили. Почему? Потому что устроили специально Бурнин, отец Николай, по связям, по силовым структурам. Видишь, как они? А никаких структур мне не надо. Я прихожу и выступаю, это в фильмах снято. Я говорю, они не будут, потому что бесплатно. Ну как, неужели платить за это? Я говорю, они не будут бесплатно. Проходит неделя, другая мне звонит. Игнать Тихонович, приходите, ведите занятия. Правда. Мы им позвонили, они говорят, а сколько платить будут? А сколько? За что? Ну, за уроки. А Лапкин у нас уж там лет пять ведет занятия. Да-то Лапкин. Мы не можем быть такими. 475 курсантов. Теплое помещение. Обставленная аудитория там, можем включать телевизор, все показано. И они не пошли. Мы, говорят, поняли, у церкви нет будущего. А меня после выступления, они не знали, куда посадить. Там в основном звание полковники. Вот это преподаватели. И они меня к себе призывают. После этого восхищенной, прям ликующей. Говорят, ты себя как чувствовал, когда он говорил? Да как чувствовал? Как будто я ни одного дня не учился. Никакой академии за плечами, ничего нет. Дальше. Они пиво тут в облахом. Я не беру, не пью. Ну с чем бы угостить-то вас? Один. А сапоги возьмете? Я говорю, а какие? Залезет за диван, там достает яловые сапоги. Я в них сейчас езжу. А размер какой? 43-й? Я говорю, как раз мой. Я возьму. Они не знают, куда меня посадить. Преподаю несколько уроков в университете. И меня сразу проводят по ставке профессора с какими-то накрутками. Как лауреат Нобелевской премии вроде. И платят деньги шальные. Я в шоке был. За что? А как определили? Ну как? Состав профессорский, там все. Мои занятия. Но у меня нет ни одного класса образования. Какой я там профессор-то? Вот и все. Они ломятся, они сдают, они защищают. Меня из краевой администрации. Это ваша книга, вам нужно защищать. Я говорю, я защищен. От кого защищать это? Ну как от кого? Ну и кандидат какой-то не надо. А кандидат близкий в ад. Это мне не надо. Как анекдот. Когда Брежнев умер, там Андропов-то, Брежнев Андропов. А кого избрали там? После Черненко умер. Да избрали Горбачева. А кто его поддерживает? Да никто сам ходит. Так и здесь. Меня не надо поддерживать. Я сам хожу. И мне не нужен ваш авторитет. А они меня люто ненавидят. Я самый главный рак у них в России. Они этого еще не осознают. И они с баптистами ни с кем не воюют. Почему? Потому что я показываю, что православие может быть живым. Что православная церковь не может умереть. Они его добивают и добивают. Низкий рейтинг такой, какого никогда за всю историю не было. А я об этом говорил, непрерывно, в книгах об этом говорил. А они не хотят слушать. Выйти, вот о чем мы сейчас сказали. Вот это и нужно перед народом, рога в землю. Выйти и сказать, да, мы виновны, да. Пусть ко мне приедут сюда, с патриархом вместе, я их приму. Вот так. Я их научу жить на 10 рублей в месяц. По старым нормам. Без баварского пива. Щаплину, говорит, где-то он пишет. Езжайте с Кураевым вместе к Лапкину. Вы будете, говорит, тонкие, звонкие и прозрачные. Но Щаплину там не давайте, говорит, потеряйте. Он, говорит, своими там какими-то выделениями, говорит, опутает все. Как паук. Прям интересно так. Они неинтересные, они скучные. Не, неинтересные. Они боятся друг друга. Я говорю, вы бесталантные, они терпеть не могут такие слова. А то как так? Да талант там не Бог. Где дух Господень, там свобода. Где дух Господень, там таланты. Чего вы меня боитесь-то? Ну вызовите меня сейчас, вызовите. В Синод. По книгам назначьте, Сандровские комитеты. 38 комитетов создайте. Нету? У меня было, когда меня судили, на мне задействовано было 12 кандидатов наук. С ума сойти. Еще не добились? Ничего. Я им только сказал, я вам отвечаю в полголоса, потому что я сижу. И мне, вы можете переквалифицировать статью 193 на 70-ю и срок увеличить в 20 лишним разом. Я отвечаю в полголоса. А когда я выйду, я заговорю в полголоса, со всеми интонациями. А когда вышел, уже была другая эпоха. Сейчас и у меня тоже спрашивают, вот, а ты, патриарха, слушал последнее выступление? Ты слушал там такое выступление? А я говорю, да я, патриарха, не слушаю. Я говорю, утром просыпаюсь, я бегом смотрю, что там у Лапкина. Ну, вы какие-то его родины. И люди вот все больше и больше, вот, и мне пишут тоже, и говорят, ой, я просыпаюсь или прихожу с работы, я прям первым делом к Лапкину смотрю, а что ж там у него новенького, интересно, ладони потирают. Так, сегодня что у нас? Вы их к сайту отсылайте. Не слушаю. К сайту, там все книги, там все аудио. Выставлять-то каждый день не будешь. Вот они выходят на меня, вчера вышли там с Украины, с Финляндией. Да, но это не каждый день. А он-то что сказал-то? С Финляндией-то такого еще никогда не было. В Париже существует палата мер, эталон. Мер, с него все системы мира меряют, там, дюйм. А он говорит, вы для меня эталон, вас надо туда помещать. Ну, я говорю, это уже выше канонизации. А почему слушают? Потому что я свободен. Вот поэтому, только поэтому. Я нежно прислушаюсь на каждой молитве, не менее 70 раз в день. Говори, Господи, слушай ты, слыши, трап твой. На каждой молитве заканчивать. А где вы это взяли? Наша молитва импровизированная, вместе с правилом, которое мы считаем утром. Как мне? Положен на сердце. А что ты от Бога? Я могу так думать, но навязывая другому не могу. Меня спрашивают, дайте вашу молитву, вот как вы молились. Ну, ты помолись, Бог тебя положит на сердце-то. Ну, Дворкин помолился бы, если он с Богом. Ты сказал бы, открой мне, что это за человек. Ну, я ему сказал бы, ты в Москве живешь, Александр Леонидович. Ну, сходи в храм Христа Спасителя, а потом оглянись там от него, когда на выходе будешь. И ты увидишь, прямо за каналом тут купола, прямо рядом, 250 метров. Это храм Николы на Берстеневке. И там игумен Кирилл Сахаров. Я у него там в храме проповедовал. Он был здесь с группой детей. Сходи к нему. Патриарши, патриарши. Там есть чего поучиться. Он не пойдет. К Лапкину не пойдет и туда не пойдет. А я конкретно говорю, далеко идти не надо. К храму Христа Спасителя обернуться назад. Дворкину идукции, то есть, скажут, он закроет уши, чтобы не слышать его Дворкину. Главное, деятельность его антисектантская. Остальное его немало интересует. Правда, его не интересует. Ему нужны факты. Но хотя бы он стоял за кафедрой. В это время записка поступает. Это записка к нему «Я только знаю третья». Одна в университете, в АГУ, Алтайский государственный университет. Вторая в местной епархии Барнамульско-Алтайской, Олапкине. И теперь там ему записка идет. И он там уже дважды получал от КГБ ссылку на меня. Получал от находящихся студентов, там кто был. Ему этого недостаточно. Даже этого бы не было. Вот здесь вопрос ему задали, Новокузнецкий. Он сразу мысленно помолился. Только сказал бы два слова. Открой, Господи, чтобы не солгать. Если он до Бога имеет доступ, то ему бы Бог открыл. Вот мне иногда говорят, вот мы задали вопрос, а почему вы не отвечаете? Несколько причин. Первое, вы можете найти сами, я указал куда. А второе, я не знаю сам ответа подлинного. А почему? Я не молился еще. Ко мне поступают вопросы с разных стран. Там с Австралии, с Канады, с Испании, там я не знаю, с Англии. Вот помолиться. И вопросы конкретные, что нам делать в этой ситуации сейчас? Я не могу ответить. Я рассказывал, как одна женщина из Италии. Она переезжать когда-то была, выросли дети, и теперь в Россию. Переезжать или не переезжать? Ей дали знак, чтобы она обязательно меня спросила. Я ей начинаю, Анна, не знаю. Я буду молиться. Она неделю через две снова. Ну и как? Я говорю, ответа нет. И вы знаете, когда ответ будет? Так я же разговариваю с Богом-то. Я же ни глухонемой. Этими ушами я плохо слышу. Но внутренним ухом я слышу. И она наконец месяца там через два-три снова спрашивает. Ну ответ есть. Я говорю, ответа нет. Только ответил на ответа нет, встал на молитву и ответ получил. Я ей сразу даю знак, ответ получен. Людей это шокирует. Вы как говорите? Вы же о Боге. Вы же это не сосед какой-то, Ванька там. Бог же, говорит, не Микишка. Правильно. И что вы ей ответили? Я ответил. Глава и стих. Священного Писания. На котором мне указано. А теперь я говорю, ты его выпиши. Заучи. И с этим стихом, с Библии в руках, пойди к батюшке, который тебя исповедует. Ты же его знаешь, указанно. Я ничего тебе не говорю. И как батюшка тебя растолкует этот стих, так и поступи. Ну у вас какие-то ответы. Я даю ответ, который я получил. Я не даю ответ. Тебе Бог дает ответ. А теперь ты сама не обольстись, а подойди к духовнику. Что я сказал неправильно? Скажи. Иди покажи священнику. Христос говорил. Я это делаю. Посылай к священнику. Надо поступать по Библии. Я пооткрыл Библию. Что я неправильно сделал-то? Они в шоке. И как она поступила? Не знаю. Не знаю. Она на меня больше не выходит. А раз она не выходит, я думаю, она не выехала. И ей стыдно. Со мной люди теряют общение тогда, когда они слишком многое узнали. И особенно заступались где-то. А потом их прижал поп одним. Не буду прищищать, и ты сдохнешь там на своей кровати. И тогда они отступают назад. И со мной теряют связь. Я не могу ничего никак добиться. Я вижу, он под зеленой чертой находится. Я к нему, я говорю, какой-то вопрос задан, и ответа нету. Ни одного. А они забили им кляп в рот. Я бы не согласился даже одного дня так жить. И когда мне говорят, он звонит. Ну я хочу, чтобы вы разговаривали. Ну другое дело, мы разговариваем там об наушниках с вами. Это другое. Чтобы наш разговор не был известен где-то. Я могу это позволить на одном-двух. Но не на всех. Игорь Михайлович, вот как раз по поводу, вот если уж коснулись, такие вопросы тоже нередко задают. Значит, сразу скажу, по скайпу. Вот у людей спрашиваете, а как вы нашли меня в скайпе? Найти вас в скайпе очень просто. Люди просто поисковую строку заносят, Игнатий Лапкин, в скайп. И все, и вы там один во всем мире. Да. И сейчас еще такой вопрос. Вот люди спрашивают, а по каким критериям он отбирает людей? С какими общаться ему, а с какими не общаться? Как вы определяете людей? Это мне вопрос? Да. Ну, с первого раза, допустим, в Мейл.ру. У него нет фотографии. У меня специально заготовка, я бросаю. Вот там какие-то листики, что-то бывает там, животное, храм, образ спасителя. Я говорю, это паспорт. Ну, я вот не могу, я говорю, вы замените на свое, и мы будем беседовать, если я вам нужен-то. Да нет, я не могу, другая за меня сватались, там, ну, все разные-разные причины. Я знаю, это не то, это лукавство. Я говорю, я не принимаю, друзья, таких, потому что я не знаю, с кем общаться. Мне нужны глаза ваши. Отображение вашей души. И второе, когда люди в темных очках, а очки вот такие вот, вот так вот надеты, вот такие вот, то я тоже им говорю, я не вижу ваши глаза, я вас не могу принять. А другой говорит, ой, как многому я уже научился, что вы так сказали, я не думал. И сразу ставит фотографию, вот, Соболя, в которой он сразу. Я говорю, мне не нравится, что у тебя рубашка расстегнута, а я сейчас заменю. Вот уже ее заменил, все, вопросы сняты. Мне не нравится расхристанность вот эта. Я знаю, что за простой пуговкой что-то таится. Второе, мы с ним познакомились. Но дальше-то мы будем близки или нет. Тут два, фактически три пункта. Христос, Библия, Церковь. Если такие люди заходят на форум, и они нигде Христа, Церковь, Библию не задевают, он бывает говорит совершенно неправильно, небококульное. Он работает. И мы будем друзьями. Если он меня полюбил, ко мне расположен, а не любит то, что я назвал в трех, мы никогда друзьями не будем. Потому что он будет натыкаться на то, что ему непонятно, невместимо. А если он любит то, что я сказал, Бог, Библия, Церковь, мы уже согласились. Он будет только спрашивать. Я буду давать им направление материала. Говорят, вот, Лапкинское учение или Игнатьевское. Вы найдите мое учение, покажите где. А вот он говорит, все мощи надо захоронить. Так что, Бог фамилию Лапкин носит или что? Это Бог сказал, прах ты и в прах возвратишься. Но это сказал в Ветхом Завете. Но в Ветхом Завете он сказал, муж будет господствовать над тобою. Жена добоится мужа. В раю было сказано. Зачем вы сегодня повторяете это? В раю было сказано, что будет поражать в голову. Это пророчество было. Так в раю сказано было. И мы его поражаем в голову. 16-20 римлянам сокрушит под ноги ваши. И люди начинают размежевать. Я говорю, ну в Коринфе вам написано, бесплатка должна быть обрита. У тебя полголовой открыта, обрею это место. Так это сказано к коринфянам. А, вот что. К москвичам ничего не сказано. Мы будем друзьями. Вот по этим критериям я их не отбираю. Они сами останутся. И бывает люди меня теряют. У них там взломали, закрыли. Проходит время, они меня находят. Вот запустите Кузнецов. В Мэйл.ру в Однокласснике. Попробуйте. Кузнецов фамилия. И Кузнецов скажет Иван или как-то. Сколько будет там? 370 тысяч. Меня запускает Игнатий Лапкин. Я один на Однокласснике, один на Контакте, один в Фейсбуке, один в Мэйл.ру. И один на форуме, и один на сайте. Один. Мне Бог так назначил. Назначил. И фамилия, и имя, и отчество необычные. Как один. Я передачу вел по телевидению и так. Но для меня это, конечно, лестно. Я около 30 лет работал там на ГТРК, радио, а потом на телевидению. Я с таким вниманием слушал вас. Я понял, вы говорите не по бубашке. И такая информация. Он как специалист. У меня зубы еще были. Какая дикция. Меня не переписывают они. Я в живом эфире нахожусь. Конечно, для меня это приятно было. Но я никому не угождаю, самое главное. Никому не подыгрываю. Вы в это возьмите. А где я не подыгрываю, бесстрашно, там Бог говорит, там свобода, там Дух Божий. Дух Господень, там свобода. Для меня, конечно, это дорого. Когда специалист определяет именно по этим критериям. Я не лукавлю. Не лукавлю. Мне легко люди с людьми разговаривают. А вы вчера говорили, первый раз коммуниста похвалили. А где похвалили? Но вы же говорили, что... Ну где называл я слово коммунист? Говорил? Нет, не говорил. Я объяснял. У меня была серия бесед об именах. Что имена значат? И я взял специально Борис Ельцин был, Владимир Жириновский был и Геннадий Зюганов. И я объяснил три имени. Они, ой, хоть наконец-то о Зюганове хорошо сказали. Но, конечно, я имел намерение открыть это. Я показываю по житиям, кто первый носил это имя, и ему подражать жития святых. Это вообще беспроигрышные. Они не знают. От Валентина обязательно должна быть чернявая, высокая, красивая. Да на Валентина бывает такая уродина, говорит, дом не зайдешь. Выдумываются разные признаки. Этого не может быть. У меня, я говорю, Владимира Николаевича, только занимающих первое место в нашем крае, начальников, пять человек было одновременно. Начальник тюрьмы, глава города, который погиб, на его место опять Владимира Николаевича избрали. Мне Бог это имя дал, потому что меня назвали посвятцем. А отец у меня Тихон. Тихон переводится из греческого приносящий счастье. Приносящий счастье. Вот и все. Я не порочу ни одно имя, они все имена от святых. А Игнатий означает неизвестное. А второе из латинского огненный Серафим. Меня так назвали. Я думаю... Есть вопрос, только тот же. Спрашивают, почему для мужчины без чести волосы растить? Ведь Христос был с волосами. Христос был с волосами, и что? Ну, а почему для мужчины апостоловы без чести растить волосы? Ну, раз сказал, надо согласаться. Вопрос, почему не задавать? Не сама ли природа учит вас? У них был обет на зарество, а у нас этого нет. Это обет на зареем было. А евреи все стриглись. Этого не было. Без чести. А жена растить честь. И вопрос снятый. Без всякого толкования. Чести без чести. Я хочу быть чести. А сегодня, наоборот, женщина пострижена. И проще. Ну, а почему украшения нельзя носить? Считай толкование златоустого на пророка Исаии. Там, кажется, 2-я, 4-я глава. Вот и все. Почему нельзя краситься точно так же там? Человек не верит. Ни ко мне, ни по адресу. Я просчитал. Украшение – это одно. Ну, а волосы – это природные данные Богом уже. Человеку при рождении. Вот. И почему же это бесчестие? Бог так сказал. Да, тоже. У этого понятия тоже какое-то определение. Не просто слово «бесчестие» значит «бесчестие». Тогда я прошу. Понял. Вопрос понял. Почему нечистым является верблюд? Господь установил. Должен быть раздвоенный жвачка. Да животное развиновато у зайца, у кролика нет жвачки. Жвачка есть, а копыта не раздвоенные. Ну, какие копыта там? Нога. Зачем рассуживать? А почему? Никто не знает это. Так Бог сделал. А что это за признаки такие? Рыба, если есть чешуя, а чешуи нету. Ну, нету чешуи у акул. Она несъедобная. У кита нету. Он несъедобный. Так они едят. В Новом Завете все разрешено. Ибо все освещается Словом Божьей молитвы. Не дается толкования. Нету. Принято и все. А почему в это время посты? А почему вот рождественский такой-то? А почему тот не одинаковый Петров? Церковь установила, вопрос снят. Мне это не надо даже знать. Для мужчины бесчестие все. Чтобы не был похож на женщину. А женщины с чести, поэтому пусть не трогает их волосы. Вот интересно. Я любил, когда еще в армии был. Ну, я всегда любил. Ну, просто любил. Когда большая коса. Вот любил и все. С чем это объяснить? У меня особое отношение было к этому. Мне всегда казалось, что если с большой косой, она у нее заплетена там ниже пояса, что она целомудренная. Она не может быть как все. То есть она честная. Честная не в смысле слов, а девственница. Вот у меня такое было понятие. И стриженных я никогда не провожал. Было, что я не имел общения с женщинами. Но провожать провожал. Я там был, и на доме надо проводить. Я провожу с косой, который... Вот вопрос такой еще. В Ветхом Завете Господь завещает, дает заповедь не убить. В Ветхом Завете людям уже позволяется убивать животных, есть их, привив пищу. То есть очищает Господь людям животных. Вот сейчас и много споров тоже ходит у людей, что есть, что не есть. Вот полезно не есть мясо человеку? Полезно. Не есть. Да потом мясо не ели. Да, мясо не ели. А устройство человеческого организма такое, что он более травоядный, нежели плодоядный. Устройство желудка, говорит. И сегодня разные раковые, опухоли и прочее, все это как-то увязывается с питанием. Скажи, что ты ешь, говорит, я скажу, кто ты. А относительно не убей, к животным это не относится. Это не к месту сказанное. Не убей касается человека. А убить, прямо написано, приноси в жертву животных, птиц, голубей и прочее. Когда говорится не убей, то порази врага. А Господь говорит, а я говорю вам. Слово а означает против. А я говорю вам. А я это совершенно противоположно. И вот это а я говорю вам, считайте, 3-6 раз считаем в 6 главе Евангелия от Матфея. То есть разговор снят. А вот в апокрифах есть Евангелие от Исеев. Есть такое мнение у них. У них же была целая община, там, Исеев. И у них бытовало такое мнение, что Господь заповедал, его заповедь распространяется на все. То есть не убей, значит, не убей, ничего живого. И они как объясняют, что эту заповедь потом Господь попустил из-за того, что люди стали убивать друг друга. И Господь сказал, ладно, убивайте животных. Ну, то есть жестокосердие попустил убивать животных. Выдумка. То есть это выдумка. Бредни пьяных старухян зато разбивали. Еще в раю Бог одел их кожаной кожи, значит, убил сам. И далее люди этим жили. Чем занимался Авель? Что он в жертву приносил? И Бог обонял его. Не надо выдумывать. Авель убивал Агнеса, а Каин принес от плодов полей. И Бог не восприял. Что говоришь-то? Бог бы сказал, Авель, что ты делаешь? Тебя убьет Каин за это? Не за это, это выдумка все. Все это чужая приводина, чужого стола. Инотич, ну и вот убийство, убиение животного, это же против нашей природы всей. Не каждый человек выдержит вот такое зрелище. Убийство животного. Ну пусть не убивает. Я не ем, и я не убиваю, и не смотрю, когда убиваю. Мне это не надо. Зачем это мне нужно? Я легко обхожусь, потому что всю жизнь пришла. И поэтому рассуждать о том, есть или не есть, каждый пусть сам определит. В Новом Завете китаец, он варит свою в кружке, там ест ее, а не рает. Она очень вкусная, как. Ну пожалуйста, на его дело. Другие раков едят. Бывает креветки, там, смотри, это же противно. Но они едят. Я не привучий. Я родился в другой среде. У нас считалось за нечистая. Вот у нас же старообрядческая среда была. Соседом пойдем с Колей Серебряником, а он залезет на дерево. А там бывает 5-10 гнезд грощины. В каждом гнезде 5 грощат. Они когда едят, вот такие у них желудки, маленькая такая головка-то. Он берет за голову так, машет от тяжести вся там. Он отрывается и летит уже вниз без головы. Потом он рукой раздирает, внутренности выбирает. И они очень жирные. И когда есть нечего было, это большая поддержка. Но у нас в дом даже не запустят. Почему? Нечистая. Мы воспитаны в этой среде. Они белые, они прекрасные. Там сваришь, аромат идет какой. Другой был болен туберкулезом, приходил ко мне домой и брал готовых сусликов, которых я обдирал. Я ловил сусликов. И нам было так страшно, что Масалов Иван Ильич ест сусликов. Но это разрешено. Я теперь узнал. А они не едят, ну и пусть не едят, другим больше достанется. А сомов тоже не ели? Рыба сом? Я его не видал даже. Нынче разрешено, повторяю. Но он без чешуи же. Ну да, это в Ветхом Завете нельзя было вновь Божьем. Апостол Павел говорит, что Бог освятил, то и Петру сказано было. Хотя это не об этом сказано. Дальше он пишет, всякое творение Божье хорошо, ничто не предосудительное, если принимается с благодарением и обосвящается Словом Божьим и молитвою. Вот и все. Иван Ильич, а почему апостол трактовку дал такому, когда ему в видении животных он увидал, почему он решил, что это очищенная жертва, очищенная пища? Он не решил так. Он увидел, что там всякие твари, которые нельзя употреблять евреям. И он сказал, Господь, ничто нечистое в мои усты не входило. Я могу это сказать тоже. А он говорит, что Бог очистил, не посчитай нечистым, потому что Корниль и язычник, тебе придется с ними возиться. А язычники, это скоты. И вот когда нападает на патриарха Кирилла, он говорит до обращения, какие эти были славянские народы, да это наполовину скоты. Он правильно сказал, ой, его там эти родноверы разные готовы захлестать. А патриарх Кирилл прав был. Он так и сказал. Абсолютно прав. То есть вы не допускаете такой мысли, что, допустим, там несколько тысяч лет назад на нашей территории жили разумные народы. Вот сейчас же находят находки, какие-то артефакты, там города целые. Вот и такие доказательства. Допускают. Но речь идет о взаимоотношениях. Речь идет о вере. Куда эти души идут? Куда они идут-то после смерти? Да там надо все учитывать в комплексе всего человека. А не только маленький этап жизни на земле. И как скоты шли, куда надо. Патриарх прав. Абсолютно прав. Патриарх Кирилл. В данной области. Когда он так сказал. Что люди более разумные? Без Христа нет жизни. Без Христа смерть. Ад. Во Христе все оживут. Все? Ну все, наверное, отпускаешь меня, да? Ну, давайте я сейчас вам еще там покажу. Вот я ссылку вам дал по новому сайту. Я покажу там вам одну функцию. Да, да. В этом, в Мейлру там сбросите. Я посмотрю. Хотя, посмотри, что там делается. Не, я вам... Я сейчас зайду к вам и покажу там кое-какую штуку. Чтобы потом людям тоже объясняли. Вот очень удобная вещь. Вам как? Через... Это... С Юрьев заходить? Да. А зачем? Ну, я покажу там кое-что. Да, без этого никак, да? Ну, две минуты. А я думал, что это надо только по этому. Мне на Мейлру скинули бы и все. Да я скинул. Вы откройте Мейлру, посмотри. 3618. 3-6-1-8. Эта цифра уже нигде не повторится больше. Другой раз. Здесь. Нет. Ну, а то пароль отдаю я вслух, говорю. Каждый пароль, каждый раз новый пароль. Вот это умные люди там сидят. Это робот. Я уже второй день шмыркаю носом. Я могу вам дать рецепт один, за два дня вылечитесь. Нет, не надо. Я хочу поболеть. Это не болезнь. Она... Если, говорит, лечишься, 7 дней не лечишься, одну неделю только. У меня жена, как ощущаете, она сразу лечиться надо. А болеет больше моего. А я перетерплю. Всего два дня. Еще пять дней и вылечишься. Ну, что, подождите, я показываю же вам. Да-ка, я еще увижу. Я увижу там, вы мне скиньте на mail.ru, и я там посмотрю. Я сейчас, я уже скинул давно, я уже показываю вам сейчас. Ну, ну, давай, давай, давай. Если показываешь, значит, тогда и другие увидят. Ну, да, это важная такая штука. А-а-а, ну, виноват, не понял. Я понял только для меня информация. Ну, это для всех, потому что сейчас много людей с ослабленным зрением, и людям будет полезно, потому что... Полезно на наш сайт идти. 50 книг аудио насчитанных там брать. Вот это 50 книг будут вот на этом сайте теперь, скоро. Ну, так я сюда захожу, во свете Библии. Вот смотрите, здесь функция такая вот есть. Да? А плюс? Плюс-минус. Вот если делать минус, будет текст уменьшаться. А-а-а. Понятно. Вот если делать плюс, будет текст увеличиваться. Ну, никогда бы туда не полез даже. Так я на него захожу, у меня на него ссылка есть. Это другой, это новый сайт, который уже делают, понимаете? Вы доходите на тот, а это уже новый... Я понял. Тот мне сайт нравится, хороший. Его надо сохранить. И тот не будет. Вот, вот, вот какой будет, понимаете, в чем дело. Вот он, новый сайт. Ну, а тот уже не будет. Вообще-то он не будет. Да тот, это то же самое. Игнат Техич, ну, что ж такое, а? Все, в общем. Давайте. У того какой-то шрифт, я уже привык к тому. Ну, что тут смотреть-то? Я не знаю, что тут смотреть-то. Я вот посмотрю... Давайте будем, я ухожу, все. Ну, давай, давай. Вот, разбор выступлений, вот это вот, да, вопрос. Разобранный или нет. Ну, это все такое же. Только буквы другие. Там буквы мне нравились, хорошие буквы. Ну, это делается, понимаете, это делается уже, как говорится, для людей. Людям сейчас проще вот такой текст читать. Ну, а почему я полюбил тот, который вы делали раньше-то? Мне тоже надо узнать, почему вы вдруг изменили шрифт-то. Да я могу поменять его, как скажете, так и сделаю. Да я еще буду говорить, я просто хотел узнать. Мне очень понравилось, как там. Ну, я поменяю там, одним щелчком все меняется. Да, если это не трудно, ну, я еще раз посмотрю, подожди, пока не меня. Я на этот сайт зайду, сейчас я на его закладку сделаю, подожди. Так. Он еще пока, это сырье, он еще сырой. Ну, ну, еще потом сюда будут. Так. Не пишет она у вас, не пишет. А, пишет. А? Не писала сколько. Вот и все. Все, играйте еще. Все, тогда отпускай нас. Да, оставайтесь с Богом. Спаси, Христос. Увидимся. Так, ничего больше не надо, все? Все, я выключаю. Давай, с Богом. Спаси, Христос. Сегодня мы долго были тут. Давай мне сейчас ужать. И уже обедать пора, 8.43. И уже обедать пора, 8.43.